Ребята, всем привет! В этом видео мы с вами поговорим, я вам покажу решение проблемы, которое просто, я думаю, наболело у всех, у всех, у кого смартфон компании Xiaomi. Я думаю, что ни для кого не секрет, что смартфоны Xiaomi тормозят, глючат, и компания даже сама об этом в курсе, сама это все знает, но выпускает, пробы, точнее, выпускает какие-то способы решения этой проблемы, но помогают ли они или нет, вот как раз таки мы в сегодняшнем видео с вами это выясним. А в целом, в целом, компания Xiaomi что делает? Вместо того, чтобы выпускать нормально прошивку на все телефоны в одно время, допиливать прошивки до конца, она клепает каждую неделю новую модель, в которой конца края просто уже не найти. Ребят, если ваш Xiaomi когда-нибудь тормозил, если вы со мной согласны, напишите об этом в комментариях. Я уверен, что я не один такой, и у всех, наверное, у кого из Xiaomi со мной согласятся. Вышла MIUI 13, казалось бы, эта прошивка должна была решить все вот эти вот проблемы с глюками, с тормозами и так далее, но, к сожалению, MIUI 13 ничего не решил, а наоборот добавил еще кучу проблем, потому что все эти функции, которые они повыпускали, что-то недопилено, что-то не работает до конца, где-то прилетело кому-то корявое обновление, да, и так далее. Одним словом, смартфонами Xiaomi действительно очень много проблем. Давайте возьмем компанию Apple. Что они делают? Вышла новая версия прошивки, сразу же, в тот же день, вот день выпуска, сразу же всем пошло. То есть, все смартфоны, грубо говоря, в один день обновились. Что происходит с смартфоном Xiaomi? Мой сегодня обновился на MIUI 13, а твой, вот зритель, который меня еще смотрит, возможно, что твой телефон обновится на MIUI 13 еще через полгода. То есть, полное неравенство. Почему так происходит, я вот не могу понять. Но Xiaomi с этим как-то не сильно хорошо борется, я вам скажу. Вот, ну да ладно, эту тему мы оставим, потому что это не в наших силах, это не в наших руках, и с этим мы с вами ничего не можем сделать. Поэтому будем надеяться, что Xiaomi решит эту проблему. Ну, а то, что мы можем сделать, я вам покажу в сегодняшнем видео. Возможно, эта функция, вот это все, что я буду показывать, поможет вам сделать так, чтобы ваш смартфон Xiaomi не тормозил. Друзья, если вы будете играть в игры, запускайте какие-то тяжелые приложения или еще что-то, то есть, вот в тот момент, когда вам нужна высокая производительность, чтобы телефон работал на всю мощь, ну, а особенно это актуально в играх, да, вот я вам сейчас покажу, какие настройки нужно делать. Но, помимо этого, то есть, если вы просто хотите, чтобы ваш телефон работал быстрее, эти настройки вам тоже помогут. Так что, всем приятного просмотра, ребят. Сейчас мы начнем все это с вами делать. Но, прежде чем мы перейдем ко всем этим настройкам, я предлагаю посмотреть маленькую рекламу и сразу продолжим. Многие задаются вопросом, а как зарабатывать деньги? Как зарабатываю я? Интересно? Тогда втыкай сюда. Работая с этим человеком, вы можете вложить всего лишь 5000 и через несколько часов забрать уже 65000. Как это работает, сейчас расскажу. С 5000 он делает 80000. И 30%, то есть, 15000, он забирает себе. А остальные 70, соответственно, 65000, он отдает вам. Так как вкладывали именно вы. Ах да, я чуть не забыл, работать с этим человеком вы в минус никогда не уйдете. Потому что возврат вложенных денег вам гарантирован. Все честно, никакого обана, так как ему выгодно работать честно. Ведь помимо того, что он ставит со своего банка, плюсом он зарабатывает проценты с постоянных клиентов. А клиентов у него сейчас, поверьте, очень много. Многие, кто работал с ним, не пожалели об этом. И сейчас при хороших деньгах. Все, что вам нужно, это подписаться на телеграм-канал этого человека и через несколько часов уже быть при хороших деньгах. Все подробности читайте у него в телеграм-канале в закрепленном сообщении. Ну а ссылка на канал в описании под видео. А мы продолжаем. Ну что, друзья, посмотрели рекламу, теперь давайте приступим к конкретным моментам, которые помогут нам ускорить наш смартфон. Я уверен, что некоторые из вас могут написать, да я знаю эту функцию, я ей пользовался и так далее. Ребят, ну вы знаете, другие не знают. Поэтому, если вы знаете, ставьте лайк. Если не знаете, напишу, что я не знал. Спасибо, круто. И напишите в комментариях, для вас будет полезно вообще эти функции. Вообще это видео даже будет полезно или нет. Пишите это в комментариях. Ну что ж, начинаем. И мы с вами для начала идем в настройки. Для начала мы сделаем просто самое элементарное. Это идем в устройство. В версия. Вот здесь вот. MIUI много раз тапаем, чтобы мы стали разработчиками. Разработчиками. Возвращаемся. Идем. Все мы знаем куда. Идем в дополнительные настройки. Расширение ОЗУ. Заходим сюда. Если этот пункт у вас выключен, обязательно включите этот пункт. Потому что это поможет не тормозить нашим играм. И добавить вам 3 гигабайта оперативной памяти. Что тоже неплохо. Итак, после этого мы с вами идем для разработчиков. И вот здесь нам нужно уменьшить анимацию. Она по стандарту стоит на днерке. Нам нужно поставить на 0.5. Это позволит нашему телефону работать чуть-чуть быстрее. Потому что это не будет нагружать наш процессор. Далее следующий пункт, который поможет нам ускорить наш с вами смартфон Xiaomi. Находится в разделе безопасность. Заходим сюда. Здесь, вот в самом верху, мы с вами видим значок батареи. Заходим. И вот у нас ползунок будет либо на балансе, либо на эконом. Нам нужно протянуть этот ползунок на скорость. А скорость имеется в виду производительный режим. То есть в этом режиме наш смартфон будет просто как ракета. Работает на всю мощь. Запомните, вот эконом и батареи. Батареи мне хватит на 16 часов 53 минуты. Включаем максимальный режим производительности. И уменьшилось у нас вот на 1 час. Режим батареи уменьшился. Всего лишь на час. А зато телефон будет работать на всю мощь. И это очень круто. Следующий пункт, который поможет увеличить скорость нашего Xiaomi. Выходим назад. Идем вниз. Ускорение игр. То есть если вы любите поиграть и будете ускорять ваш телефон именно для игр. Тогда нажимаем начать играть. Здесь нажимаем настройки. И здесь есть пункты, которые нужно обязательно включить. По стандарту они скорее всего у вас будут выключены. Вот эти вот пункты. Их нужно включить. Видите? Ускорение игр. Включаем. Далее. Здесь у нас можно скрыть, кстати, игры. Если вы не хотите, чтобы ваши родители их видели. Вот. А также куча других интересных, полезных функций, которые тоже помогут ускорить работу смартфона. Ускорить Wi-Fi. Оптимизация сети 5G. Что тоже очень круто. Потому что 5G у нас еще пока не оптимизировано. Вот. В некоторых странах вообще еще до сих пор 5G нет. Поэтому, ребят, этот пункт тоже будет полезный. Вот, собственно, и все настройки, которые могут вам помочь ускорить ваш Xiaomi. Чтобы он работал быстрее. Потому что все остальное, к сожалению, вам не поможет. Ну, а если сидеть и надеяться на саму компанию Xiaomi, то, эх, можно прождать и до MIUI 20. Возможно, даже ситуация не изменится. Друзья, ставьте лайк, пишите ваше мнение в комментариях. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok